Уважаемые коллеги, добрый вечер. Мы просим вашего внимания и приносим изменения за то, что мы начинаем немножко позже, чем собирались, но транспортная схема на Вашингтонской Устрид более совершенно пока, чем на Садовом кольце, поэтому так получилось. Тем не менее, мы проведем вечер, я думаю, очень продуктивно и интересно, и я сейчас хотел бы перебрать Лену Номаровской микрохон, для того, чтобы представить нашего гостя. Лена, пожалуйста. Андрей, я только сейчас, спросив Вера, вспомнила, когда мы познакомились и через кого, потому что это было уже 20 лет назад, и как Блеер помнит, что это пилар, а она сама ничего не помнит. Значит, вот как отдаляются на самом деле всякие дорогие события в жизни и дорогие знакомства. А про знакомство с Блеером, помимо всего, замечательное, что я могла сказать, я не знаю, наверное, все-таки помнит. И вот это-то я точно помню. Я не помню из-за чего. Но было какое-то такое, вдруг между нами или из наших рядов выросло какое-то такое чужое неблагородное коммунальное поведение какого-то человека. Американца, надо сказать, литовского происхождения. Это я все помню. И прямо такое неблагородное. Ну, я ведь живу не на том континенте, а на этом. Ну, и поэтому как-то, видишь, что проверялась, ну, как терпела. И то изящное благородство в поведении, которое проявил Блеер, меня потрясло и поразило. Оно меня потрясло и поразило, потому что он все равно считал возможным его проявить. Это требовало от него усилий. Это требовало от него очень многого. И он это выполнил совершенно до конца. И я вдруг поняла, что вот это удивительное дружеское создание для меня и для, наверное, для него, которым мы видимся раз в полтора года. Я никогда не была гостем Кеннер-института. Ну, я знаю, что Блеер есть. И один раз я только пришла в институт, Блеер меня пригласил. И в то время как Московская школа политических исследований всегда ищет русские деньги, чтобы как-то существовать, так, чтобы не было особых причин быть иностранным агентом. И вдруг меня приглашает Блеер еще в каких-то 90-е годы и приглашает к себе туда, потому что я там случайно оказалась в Вашингтоне. И господин Фридман всякие миллионы дарит американскому институту. Единственное, что мне это спокойно, что это он подарил Кеннер-институту. На Скотской школе, когда мы ему раме написали, они ответили нам, очень элегантно, красиво, со штампом и на бланке. И написали, мы очень уважаем Ваш проект, но у нас расходуются деньги на другие нужды. Я помню наизусть. Значит, это вот к разговору, как я была в Кеннер-институте. Второе, я не знаю, почему многие люди сюда не дошли, наверное, из-за графика, они придут еще, но вот Инна мне рассказывала, которая приглашала всяких московских интеллектуалов сюда прийти, она сказала, что все отвлекались с радостью, потому что это Блэр. Еще одна вещь про Блэра я могу сказать, по-моему, того, что он член попечительского совета школы и один из наших замечательных экспертов, он один из тех людей, из другой страны, чем минимум неинтересно, когда он рассказывает о своей стране. Я люблю Блэру слушать об Америке, потому что то знание, и та чувствительность, и та ориентация, как понимать его, не созвучно с родным. И когда я с ним разговариваю, я вспоминаю такую книжку, был такой драматург, сигал в жилой работе, аэропорте, достаточно благополучно. Но вот в 70-е годы была такая всеобщая повальная тенденция, и все уезжали, кто мог. И он уехал в Израиль, потом перебрался в Америку, потом обратно в Израиль, потом в Америку. Книжка так себе, но заголовок мне кажется совершенно замечательный. Вот в перелетах какую страну себе выбрать, где вот там в облаках, он сказал, остановите самолет, я слезу. И когда слушаешь вот про Америку, конечно, и к ней отнесешься очень уважительно, но как-то еще больше укуреешься в собственной стране и думаешь, ты и в Америке будешь в меньшинствах. Поэтому свою роль в меньшинствах приняли достойно, где бы не родился, как я думаю. И Блэр для меня инвекальный интеллектуал. И в самом высоком смысле слова. И потому что для меня интеллектуал – это сущность и история все вместе. То есть это культура. Культура, которая и создает, мне кажется, то пространство, где многие из нас только себя чувствуют комфортно. И не важно, какая она или где она. Она просто то, что сделано человеческим разумом, человеческими силами, и потому там более комфортно. То есть интеллектуал – это такое, на самом деле, не биологическое, не природное, а культурное порождение. И в этом смысле это и ум, и совесть. И Блэр, на самом деле, очень современный интеллектуал, потому что у него нет начисто всяких морализаторских привычек. Пример, который изучает Блэр, который интересен никогда, он только политолог. И книга, которую мы сегодня презентуем – это маленький кусочек человеческого обетованного места, через который мы видим историю, культуру, социум, видим вот эти все элитические, региозные, недружелюбия. И через этот маленький кусочек мы можем видеть и всю страну, которая называется Америка, и многие другие места, и может быть частично наша жизнь как таковую. И выход, что недорого всегда в текстах Блэра и в его видении мира, что выход из этого человеческого недружелюбия и неприятия, некомфортности, он видит, я не знаю, в начале и в развитии гражданской жизни. И гражданская жизнь у него растет через признание разнообразия, как единственная основа социального единства или современной идентичности. И плюрализм у него вырастает на самом деле в основу и современного напряжения, и современного разрешения различных конфликтных и любых других проблем. Эта книга написана совершенно удивительно художественной, политической, я бы даже сказал. Она переведена Леонидом Седовым и блестяще отредактирована Андреем Александровичем Захаровым, которого мы ждали полчаса. Но как он отредактировал, я считаю, что англичане английский язык с русским сходятся. Я очень рада, что школа издает вторую книгу Блэра. Первую мы издали в 2004 году. Стратегия большого города, где и Америка, и Россия, и Япония написаны. И немножко я хочу сказать о предисловной книге. Написал его Вячеслав Глазачев. Возможно, я точно не знаю, это один из его последних текстов. Он должен был быть сегодня. Они достаточно близки с Блэром, не только как с друзьями, потому что они чувствуют мир через вот эту урбанистику. Это такая особая искренняя чувствительность. Вячеслав Глазачев замечательный совершенно был и искусствовед, и знаток урбанистики, и уникальный знаток архитектуры, и всего социального и философского, я даже сказала, слова «культура», который соотносится с идеей города. Ну, что вот для меня лично... Я Глазачева знала с момента, когда бы стал выходить замечательный журнал в 70-е годы «Декоративное искусство», который возглавлял Карл Масимич Кантер. Он, конечно, не звучал, этот журнал, так как «Новый мир» и «Театр на Таганке», но все, кто внимательно следил, понимал, что декоративное искусство – это уникальное издание, которое рассказывало о советском социуме. Но, может быть, как не все люди нашего поколения, и Слава Глазачев тоже, немало думали и говорили о том, о чем говорит Блэйр в своих книгах. Немало говорили и думали о гражданственности. Поэтому, если вы посмотрите в предиславие, то у Слава Глазачева этих слов, центральных, на мой взгляд, до современного мира, где Россия в частности, совсем не найдете. Я это говорю с пристрастием, потому что меня лично интересует именно это. Как можно попытаться выходить из-за абсурда, глупости в какую-то более комфортную жизнь, которая будет, как говорит Блэйр, основной не столько на любви и дружбы. Любовь и дружба – это между людьми, сколько на прагматическом интересе. Поэтому я всех читателей, школу и себя с Югой поздравляю с выходом этой книги. Спасибо. Коллеги, я думаю, что сейчас буду свое предоставить актерам, а потом мы начнем высказываться, и я уверен, что многим тут есть что сказать по поводу этой книги. И сам я не являюсь исключением из этого списка, поскольку был счастлив и почти неважно по-английски и по-русски. И, конечно же, поделюсь своими ощущениями со всеми присутствующими. Паша, у вас. Спасибо большое. Конечно, после таких добрых слов это трудно понимать, что сказать, как ответить. Во-первых, мне надо сказать, что для меня окрытие эту историю, может быть, это началось славой Глазычевым, потому что он жил именно в этом районе летом, по-моему, в 98-м году. И, конечно, я знал этот район, но я не думал об этом как научным приметам того, как он там жил. И он спросил меня, почему это так? Это странно, что так получается. Почему в моем квартале живут испаноязычные люди, однословивающие афроамериканцы? И именно от славы я начал подумать об этом этом районе. И я вернусь к этому району, но до этого мне надо сказать, что ровно 11 лет тому назад Лена и Юра мы совместно победовали и не обсуждали значение Америки для мира. И как американцы не понимают свое место в мире. Не понимают сущность американской мечты. и я после обеда я вошел к офису здесь и, конечно, узнал, что случилось в Уверхе в Вашингтоне. И когда Лена заметила, что может быть я поговорю о моей стране со страной немножко иначе, может быть это так. Но все-таки я говорю очень по-американски. И я думаю, что это обсуждение, которое началось 11 лет назад, продолжается. И значение Америки пока неизвестно. Но ответ можно искать в разных местах. Можно подумать о внешней политике Америки. Можно подумать о политике. Можно подумать о патриоанной культуре. Но я думаю, что также можно подумать о таких местах, которые вообще вне истории. и для меня, может быть, я что-то узнал о моей стране в таком месте, где большинство американцев не читают, что это существует. афро-американский квартал в Вашингтоне. И я спросил меня сказать несколько слов, почему я написал эту книгу. Но как я написал в книге, это началось в джазовом клубе. мы жена и с Аллой часто бывают в этом клубе, мы хорошо, ну, главный музыкант, там уже стал друзей, но был вечер, когда вообще атмосфера была очень, мне даже сказать, неприятной, острой. И меня спрашивали, почему. И причина была из-за того, что только что открылось новое здание для богачек с ассибриадом этого клуба, и эти афроамериканские музыканты чувствовали, что они потеряли свой район, свою культуру и мир. И это было интересно, я спрашивал, почему. они не жили в этом районе. Но символика этого района для них достаточно важна. И я хотел узнать, почему. И мой ответ это книга, это подарок близким друзьям, который нам сдал просто красоту. людей. И если существует большая история в этом холопа, это как человек создает красоту в плохих условиях. район история. Этот район начался во время нашего гражданского войны в 60-х годах 19-го века. и стал когда развивая сегрегация началась в 80-х годах 19-го века это стал главным районом афроамериканского города. В Вашингтоне мы часто говорим, что это был Гарлен до Гарлена. Потому что там был самый лучший швей для афроамериканских стран доставшийся крупный университет. И там живут люди которые думали что им надо строить красоту. Может быть это в религиозном смысле. Может быть это в политическом смысле. Это так интересно когда началось я думаю что эта книга будет про музыку и про культуру. Нет. Это об истории гражданского общества и человеческих прав. Потому что уже 20-й годах университет. профессора университета решила что надо защищать себе закон. гражданского меня это значит что конечно это маленькая улица маленький район маленький значение достаточно большое. Я надеюсь что я сообщу почему здесь. Потом этот район также уникал в Вашингтоне потому что это место где семьи совсем разные люди. И я понимал что такие районы так называются в теории зон контактов очень ценные для жизни города и вообще в мире. Дело в том что такие районы они находятся в транспортных центрах торговых около торговых таких рядов так далее и они впечатляют что они грязные неинтересные такие места где люди должны пообщаться друг с другом даже если они ненавидят друг с другом такие места это просто золото жизни города и общества. И я надеюсь что в этой книге я объяснил почему это интересно что в кружке скажем два километра от центра этого района были бунты в девятнадцатом году в шестидесят в восьмом году в девяносто втором году это не значит что люди живут верно друг с другом нет это значит что в таких местах люди должны понимать кто они и что у них есть общего с другим и эти истории по-моему история открытия этих возможностей и я думаю что в этом смысл юстик существует в мире сотни тысяч такие места и это важно чтобы они сохраняются они можно подумать что они в в в в в в в в в самый богатый он может быть некрасивый место в корреском мире сначала я заметил что я открыл это мне надо сказать что афроамериканство всегда понимало понимало что какую историю там было я открыл эту историю потому что штат мы считаем что Вошингтон это город это не умеет настоящей истории там живет люди кто там живет но сотни тысяч дворей не мы Вошингтон это какой-то враг и как человек который уже давно жил в Вошингтоне я хотел объяснить нет это настоящий город Вошингтоне не настоящая городская история земля верхней личности и я также хотел бы представить ответ гильгинам американцам которые считают что Вошингтон не существует это действительно не существует это очень богатая история и в конце концов я хотел бы сказать что для меня эта работа была подарка не встречалась с такими очень ну просто нетипичными личностями люди которые действительно очень богатые смысл духовном смысле и я много знал о жизни от них так я много узнал от Славы Глазичева от Яны от Юры и я хотел представить эту книгу людям которая мне помогала понимать мир мы можем обсуждать специфические вопросы связанные с этой историей но наверное эта история не так известна и я думаю что если есть вопросы мы обсуждаем но посмотри на момент конечно это нетипичное что человек который похожий на меня подписал эту книгу и мне надо сказать что многим понравился этот факт но все таки мои афро-амариканские друзей они уже друзей которые прочитали они понимали что у них свою историю которая очень важна и для них это просто приятно что белый человек это понимал кроме этого первое слово книги имеет большое значение в Вашингтоне город призраков потому что в афро-американской культуре существует идея что наши предки всегда покорят нас и я ждал на кафе на улице и эту книгу человеком который сказал ну вот ходит лэнгстон юс и он прав это история как наши предки всегда основны в нашей жизни и это также удал спасибо коллеги из-за тематики ну прочитал обложку историю вашингтонской улицы Вашингтон не такой родной для меня город как вы понимаете и съездишь 3-4 раза за всю жизнь и как с этой улицей и что может быть общим и как можно вообще сродниться в общем я какого-то подскудного скептицизма преисполнился но поскольку двери отказать невозможно вдруг этим надо было заниматься и на чем этим заниматься я вдруг обнаружил что господин придумал очень хорошую книжку хорошую потому что эта книга у нас не должно вводить заблуждение названия поскольку книжки мы обувицы на самом деле получилась книга о том как город делает граждан а городом в полном смысле слова он же называет только то пространство которое генерирует граждансовность и описав историю одного сегмента федеральной столицы наш уважаемый автор показал как это происходит фактически если хотите эту историю Соединенных Штатов историю американской политики и американской культуры взято через увеличительное стекло и сфокусированное на одном маленьком кусочке города Вашингтон причем я повторяю что самое главное заключается именно в этом книге показано как изначально бесправильное и ничего незначащее в американском обществе люди сделали себя полноценным гражданом этой страны очень тернистый путь и увлекает просто эта история да и потом когда читаешь постоянно проводишь какие-то параллели поскольку каждый из нас порождает определенную социально-культурную ландшафт мы не можем не сравнивать когда скажем читаешь о замечательных вашингтонских коррупционерах 70-80-х годов прошлого века сказать радуется душа нельзя это не Павлин но что-то происходит какую-то испытываешь какой-то войны не испытываешь и со многими фрагментами этой книги дело обстоит таким образом то есть я клянусь сейчас к тому что она интересна для русского читателя она интересна для русского читателя потому что мы только пытаемся сейчас превратить свои города в такие места где рождается гражданство где появляются граждане а когда об этом читаешь когда видишь что это возможно да на это выходит ну кстати вот это по поводу ответ на некоторое наше печало по поводу того что уж очень медленно мы это делаем но это делаем так как единственное можно делать но это требуется время господин рыбы показал что на это уходит не то что бесстилетие а стоять и на это уходит как это не прискорбно потому что жизнь у каждого из нас индивидуально короткая все таки одним словом получилось замечательное замечательное произведение и я завершил эту работу ну трудно весьма надо сказать потому что это по своему контенту книжка совершенно непростая тут приходилось влюбляться в гибри англиканской истории и весьма многими частностями я обгодился благодаря нашему уже автору по крайней мере стал разбираться в каких-то деталях но эту работу принесла просто творческая удовлетворение вот меня как научного редактора и сейчас Юлия Синакосова так же как и к автору еще принять благодарность я не испытываю ну коллеги есть ли в двух слоях какие субъективные если я хотел вам предложить и сейчас я хотел бы пригласить к участию в дискуссии всех присутствующих и в первую очередь тех кто уже успел это прочитать я подозреваю что может быть не все успели еще это сделать но это нужно будет сделать потом когда мы будем дискуссировать у меня технический вопрос был есть пожалуйста представляйтесь потому что у нас идет прямая трансляция и я пользуюсь случаем приветствую всех кто смотрит трансляцию по интернету для нас это очень важно и несмотря на достаточно малочисленный характер обучения здесь мы должны это умножать я не знаю на какой коэффициент я знаю что люди смотрят о нас поэтому пожалуйста называйте себя чтобы было понятно кто участвует в нашем разговоре у меня есть подозрение что для уважаемых коллеги которые всегда с вами на столе книгу прочитали и я с вашего позволения дам слово в первую очередь я имею ввиду Николая Петрова и Никита Соколов пожалуйста в какой последовательности Николай вам угодно будет Никита хорошо пожалуйста история хорошо у вас мне действительно выпал факт книгу это прочесть этим фактом обязан я Вячеславу Владимировичу нашему давнему консультанту нашему консультанту редакции журнала здесь записка который всегда очень к нам хорошо относился и всегда нам помогал советом и последний номер который мы делали мы делали о городе городском организме об устройстве городской среды о том как эта городская среда меняет человека Владычев нас консультировал и указал нам эту книгу и последние тексты им написаны напечатаны вот в этом номере журнала который сейчас мы стали перед мы буквально перемежали статьи номера его просто вильновую рубрику там был замер и некоторые его короткие реплики просто выдавали перекладывали большие статьи потому что это было действительно уникальное наш поем по крайней мере кругу человек который при гигантских академических знаниях совершенно не был в Америке и мы в этой письме академические знания стало неожиданно приводить к самой глушной реальности отчасти это же достоинство вижу я и в книге Ю-стрит Вашингтонской это неизвестно пофорсиваю прочесть потому что я получил набор который еще только готовился отчет журнал и отчет книга и нам было предложено выбрать какую-нибудь главу в качестве такого приплинта для помещения в журнале но книга оказалась так хороша что быть оттуда нового оказалась невозможной это очень хорошо написанная написанный текст оттуда нельзя вычленить цельный кусок чтобы он сохранил смысл чтобы читатель получил представление о целом это так плотно завязанное перестреление что 8500 не выдаются это смысл хорошо написан текст это я говорю как опытный редактор и всем книгу это рекомендую потому замечательное письмо мне трудно оценить достоинство английского текста я не знаю сколько в английском но по крайней мере русский перевод это действительно очень увлекательное чтение и оболезло а теперь я перехожу к второй своей постаси и переключаю регистр дочку как редактор а теперь я буду говорить как историк так вот это не просто хорошая книга но это в высшей степени полезное для России сейчас издание в высшей степени вот почему тому есть по крайней мере две важные причины именно связанные с развитием отечественной исторической науки и с ее тяжелейшим кризисом который все люди сведущие могут наблюдать это кризис методологический сюжетный это кризис повествовательный кризис нарратива он во многом появляется и появление книги Луба одновременно абсолютно корректной построенной на блестящем анализе многочисленных исторических источников и при этом что чрезвычайно существенно не уклоняющийся ни в какую статистическую описательность на что можно было бы здесь съехать очень легко эта книга всегда написана в лицах история делается людьми и блестяще это показывает что нет никакого закона вот люди делают сами свою историю и он показывает нам как они ее каждодневно делают вот приезжает такой-то пастор и начинается такая же заплатная приезжает другой пастор и не рек и жизнь квардал творится в совершенно другую сторону и в этом смысле вот Андрей говорил что мне кажется душа его радовалась когда он читал про коррупционеров это чистая правда это парадоксальное чувство боже какой ужас читаешь это описание ужасный трущуба какой-то квардак какие-то совершенно маргинальные люди там ходят и казалось до конца этого не предвидится вот если выслать исторические романтики и думать что тенденция не только продолжена как думают все люди думающие об исторических законах пусть они боксисты или сторонники культурных кругов или бог знаете каких-то контрактивных циклов любые сторонники изгнаменной истории они умеют только что полюбить текущую тенденцию больше ничего не умеют и тогда вроде бы истории человеков не имеет никаких шансов продолжится эти люди должны вымирить съесть друг друга исчезнуть со земли но нет вот в самый жуткий момент обнаруживается какой-то пастор примерно еще пара газетчиков и они поворачивают историю этого квартала это очень оптимистическое чтение очень я бы сказал духоподъемное в этом смысле и вместе с тем еще раз скажу методологически чрезвычайно полезное для сейчас российских историков которые совершенно утратили за долги русской власти этот навык и в последующие 12 лет не восстановили писать историю людей а не мегапроцессы вот в этом смысле это и методологически чрезвычайно полезное сочинение очень рад что оно выходит хорош спасибо спасибо Никита прошу Николая Петрович прошу Николая спасибо я как это ни странно не успел книгу прочитать с чувством и с толком я листал англоязычный вариант и успел только пролистать русскоязычный но есть по крайней мере три основания у меня книгу не читая или не читая ее по-настоящему все-таки о ней что-то сказать но во-первых я урбанист по образованию и мне близки те вещи на которые которыми всегда занимался Блэр и на которые он сейчас вырубил в том числе и в административной своей карьере во-вторых я можно сказать сосед иногда бываю Ю-стрит потому что Кармеги в Вашингтоне находится на Дюком Сокол где неподалетно живет Блэр на С-стрит или на Т-стрит я даже жил однажды в этом доме в течение месяца но мы так и не увиделись тот раз и Ю-стрит не очень далеко от этого места сейчас она такая вполне респектабельная и фешенибельная можно только представлять читая в том числе таблички которых там много что происходило в 68 году как она выглядела тогда насколько действительно серьезные ужасные были тогда и протесты и повреждения и наконец есть целый ряд других вещей таких связей и знаков которые меня к этой теме подталкивают и в том числе и там наши общие с Буэром друзья и знакомые как скажем географ Паша Ильин который много занимается в том числе и Вашингтоном и Россией и географией вообще и чьим приятелем является Леонид Седов который эту книгу переводил то есть все сошлось я даже вспомнил что у меня есть один американский приятель шведского происхождения и мы вдруг обнаружили что наши семьи дружат независимо в трех поколениях независимо друг от друга то есть их не знакомили родители а вот там три поколения семьи дружат и когда я обратил его внимание на это с удивлением он сказал чего удивляться нас в мире пять тысяч человек и мы как-то вот все друг с другом связаны родные близкие родственники и через двух человек всегда можно найти хорошего знакомого а теперь несколько слов я попробую сказать по существу и мне кажется действительно очень интересный и для меня необычный жанр книги который обозначен как биография улицы это социальная и культурная история сквозь призму истории улицы я бы даже сказал это черный Вашингтон и его история в зеркале Юстри и я завтра лечу туда и теперь я обязательно возьму книгу с собой и похожу свои абстрактные впечатления от Юстри и от Адамс Морган через которые проходишь когда туда идешь от Дюкона я теперь еще и совмещу с серьезным таким научным и историческим подходом мне кажется очень важная вещь и об этом отчасти говорилось то что здесь в книге есть то что в географии называется игра масштабами то есть есть и история в виде ключевых моментов через которые проходила Юстри и история черного Вашингтона в целом а есть и люди которые олицетворяют вот эту всю историю очень интересно читать то есть повествование какого-то человека который который иллюстрирует ну то есть это это как бы два разных подхода горизонтальнее и вертикальнее это мне обыкновенно интересно и очень здорово и я у меня меркантильный взгляд на эту книгу я понимаю что она очень интересна и полезна я думаю что к сожалению в нашем отечестве очень мало практически даже нет такого рода исследований которые с одной стороны были бы достаточно глубокими серьезными и научными с другой стороны достаточно популярными и увлекательными для того чтобы люди с удовольствием их читали и с третьей которые как бы протаскивали дынить через историю какого-то куска города протаскивали дынить и показывали вот всю ткань исторического развития и географической картинки современности и наконец последнее мне действительно очень интересно было это читать в том числе и потому что как Буэр сказал Вашингтон особенно если ты в нем не живешь десятилетиями он воспринимается как немножко такой стертый без своего индивидуального лица город очень милый уютный по-европейски но вместе с тем лишенный вот каких-то ярких черт и Юстриф это по-видимому такое место где вот как раз максимально концентрация и индивидуального и необычного и историко-культурного и архитектурного и более того неподалеку на 16-й улице например там каждую осень проводится такой фестиваль улицы когда улицу перекрывают а улица представляет собой вот как Буэр сказал ну нанизанные друг на друга локализации где живут самые различные этнические общности и это фантастическое ощущение когда ты проходишь километр улиц и ты видишь там десятки разных национальных культур представленных едой танцами какими-то картинками какими-то развлечениями и вот это мне кажется самая интересная часть Вашингтона по крайней мере того Вашингтона который я знал и огромное спасибо Буэру что теперь гуляя по этой части города можно будет не просто быть зевакой а видеть и знать и чувствовать что здесь происходило а когда ты там идешь что вот этот вот нерв вот то что история там не вчера началась и не завтра кончится ощущается очень и очень сильно спасибо большое и спасибо что школа это издала коллеги я приглашаю желающих высказаться пожалуйста коллега прошу называйте себе и микрофон у нас есть переносные микрофоны здравствуйте я Валюс Ланин я думаю что было бы любопытно рассказать о том как проходило честное автор когда книжка вышла на английском вниверситете потому что я в этот день был в ветровесине и это был очень странный день для ветровесины потому что обычно идут ну люди скромно одеты галстуки рдашечки очочки а тут идет какая-то орала с инструментами очень громко они там они оккупировали лифт на долгое время никто не мог приехать в свой офис мы ждали но когда они все рассказывали свои истории видно было что они давно не виделись они так радовались они открывали двери лифта обрали свои инструменты чтобы эти двери никогда не закрывались и здоровались очень долго все было очень весело но мы в общем мы насторожились вы знаете что-то готовится мы не знали что будет на самом деле и вдруг просто стало ясно что все занятия населения отменяются потому что раздалась музыка она была слышна там везде и началось все это длилось очень долго надо сказать что в центре есть особый ритуал честования автора книга отмечаний этих книг и разговоров об этих книгах обычно кто-то от издательства за маленьким столиком у них кто сядет там будет книжечка и там 20 долларов 25 долларов 40 долларов и кто-то обязательно купит эту книжку чтобы не было обидно ну в общем-то и все и все люди сядут поговорят где-то час об этой книжке выпьют два бокала там кусочек сыра и до свидания тут длилось очень долго в зале в большом зале где обычно все у нас проходило действительно не было мест потому что это был великолепный концерт понимаете замечательная музыка Блэйр читал какие-то фрагменты на английском языке вставали люди и рассказывали какие-то свои истории об этой улице и вдруг вышла совершенно невероятно антроамериканская женщина то есть ну настолько экзотично вы знаете вот запах помады для волос чувствовался я думаю на ю-стрит вы знаете хотя эта улица довольно длиннее довольно долго вот и она встала и она прошла такой заметно расслаблен и походка на сон и она сказала вы знаете когда он мне звонил я подумал еще один белый хочет услышать историю моей черной жизни о чем мне с ним разговаривать вы знаете когда я его увидела я поняла я угадала все правильно все верно вот еще один белый хочет услышать историю моей черной жизни но когда он заговорил я поняла что это мой друг на всю жизнь и когда Блэр вот окунулся вот в эти запахи волоса они начались обниматься они начали обниматься ну по-товарищски мне конечно хотелось закрыть его с собой но разорвать их было уже невозможно вот и это был совершенно замечательный день который кончился тем не менее не по-американски а очень по-советски потому что выстроилась очередь и мы стояли в очереди Блэр честно все подписывал каждому лично это был совершенно чудесный и замечательный день был какой-то гениальный вот этому дню вот что я хотел рассказать спасибо большое прошу я хотел бы сказать что эта женщина Сэндрюзи действительно стала очень близким другом она говорит что а сейчас у меня делается это очень 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 так пожалуйста коллеги кто желает сказать что нет поскольку у нас не так много времени я прошу вас не держать свои мысли в себе а высказываться незамедлительно это Лена не повод молчать пожалуйста я просто не хочу принуждаться надеюсь на вас новость вера издателя так он не скажет хорошо вера самокасов я честно признаюсь не ожидал всего что сейчас услышал последнее уступление просто я смеялся до слез просто замечательно я хочу поблагодарить благо потому что вы действительно давно вы друзья это вторая книжка которую вы не издают к сожалению не было презентации первой книжки но меня тоже с интересом дальше не читали я надеюсь что мы подходим еще есть что-то такое уже поэтому мы будем рады снова что-то перевести если появится а книжки все на самом деле сказали причем так ярко на мой взгляд что повторить трудно что-то по-другому меня заинтересовало поскольку у меня вовремя проблемы гражданского общества у меня та часть первая глава посвященная борьбе за гражданские права в этом паркале просто это уровень я не знаю когда читаю мне поражается откуда оформулировка на такие вот все формулированные прав гражданских отстаивания корректные сознания каким-то удивительным действительно цивилизованным подходом и знаний у меня это другая впечатление проводило поэтому было правильно сказано что эта книга она для нас и я надеюсь что ее прочитают так же порадуются как мы и сейчас потому что атмосфера нашего небольшого собрания она просто замечательная и соответствует тому что говорится в этой книге спасибо огромное еще раз спасибо коллеги если сейчас есть возможность задать вопрос автору это тоже дело и заняться поэтому пожалуйста это уже я адресуюсь к тем кто кто бы и читал прошу коллега конечно прошу вас меня зовут в эту комнату тем более что я вообще из манериала а ну я сейчас вот и скажу мне повезло я 7 лет назад 3 месяца провел в таком страшном бюрократическом учреждении как сутки еще в таком туристско-бюрократическом месте как Вашингтон Диси вот и это один из самых лучших месяцев моей жизни ну я не знаю что она такая была однообразно монотольная большей частью но все равно особенно меня порадовала там трудовая дисциплина он был как директор которым мы к сожалению мало общались но это не потому что я не знала мнение а просто потому что потому что мои дела и интересы не так ему были близки но замечательно бездельное место в котором можно было просто наслаждаться жизнью и одновременно немножко подумать о ней и я думаю что вот то же самое я получил удовольствие читая правил с ним и я кстати там познакомился со многими замечательными людьми общими знакомыми с Юрой и Леном нашими общими друзьями очень много вообще российско-американских пересечений о которых можно долго говорить вот это в те самые пять тысяч попадает в этом году я был в мае несколько дней до РНГБ вот я зашел в Килл но как-то без него там неинтересно поэтому я очень переживаю что что-то уходит с этого места вот но все-таки недалеко как я помню возраст выписан и мы стояли где-то в гостинице в той части города и я как-то пошел погулять и случайно слышал как темный человек вышел вот на эти кварталы где на каждой почти на каждом научке квадрата гнездового города вот есть короткие описания того какие люди амур-американские там были жили что там происходило но я совершенно вышел шарашен не только потому что столько интересного только потому что я фигурую это на нашу жизнь почему я не могу вот так выходить по каким-то местам родной страны а через несколько то ли дней то ли недель я уже не помню даже где может в какой-то мотеле американском но вряд ли посетившем в России мне попался какой-то покет-бук знаете на полочке оставляем посетить русский и там это был рассказ про борца уже в наше время за гражданские права в первую очередь афроамериканцев и латинос в этих районах не будем сейчас не будем врать автора ну такая история как наступающий юрист попадает в ситуацию когда его фирма становится невольным причиной смерти замерзающих холодным там фирас ну уже кто-то женщина с детьми в машине и потом он раскручивается уходит выигрывает его там проседуют выигрывают все что можно он проигрывает и тоже все что можно с вами есть на жизнь хорошим ну есть такой потрясающий но одновременно очень примитивный фикшен вот оттуда же и вот такое сочетание Глэр и Юстрит значит вот эти таблички и одновременно то что вот в крови видимо в какой-то жизнью маленькой Лены права на лучшей части американцев вот я хотелось бы сказать спасибо Глэру потому что вообще Глэр остается не как русского человека это так только кальцию среду американцев ну да только что денег только не было и вы знаете последнее чтобы не задерживать в тот день приехал в Вашингтон ну не помню не буквально через два дня в Вашингтонском соборе на горке отпевали как-то нюнеряли вспоминали самого Кеннона который умер за два-три месяца до этого и вот мое первое впечатление от Америки этой самой интеллектуальной даже не либеральной не скажешь просто хорошей Америки скажем так вот этот громадный Вашингтонский собор замечательные люди Бойр один из них Бах не помню сейчас что яркий весенний день и вот дай Бог нам всем как-то Боже храни Америку говорится где-то вот давайте Боже храни нас и Америку вместе чтобы вот та гражданство с которой мы учимся наверное из этой книги из этой культуры она помогала нам вместе жить спасибо прошу суббарнувшую да-да меня зовут Горьев решили я в программе механической я участвую у меня у меня нет и нет программа у меня просто не что у показательности и может не отмечать предложение что что касается угадок что мне спору говорит что это не очень полезно сейчас для исторического сообщества нашего российского а вот мне как преподавателю и американисту человек который преподает курсы по истории Соединенных Штатов Америки кажется что эта книга очень полезна студентам нашим студентам которые изучают историю США это то что они сами называют американской историей в звуках горях запахах в образах в картинках и то что всегда очень импонирует студентам и то что оживляет историю приближает историю особенно историю другой страны и предложение мое вот какое в мае мы проводим третье зверевские чтения по американистике я говорила о том что раз в два года мы эти чтения устраиваем в этом году мы решили в качестве темы для этой конференции выбрать такую проблему органистическое измерение американской цивилизации человек общества природы мы предложили не только приехать и выступить но и сделать еще одну презентацию для книги для студентов прежде всего американистов которые всегда собираются на эту конференцию и не только из РГГА но и из различных московских вузов у нас всегда американская делегация американских студентов которые приезжают с театром в этом году к нам на эту конференцию вот все что я хотел сказать спасибо за книгу не успела почитать но уже кое-что зацепило спасибо спасибо большое вам за эту идею и она на мой взгляд еще была ценна вследствие того что в общем в России достаточно мало выходит книг так говоря до сегодня я слушаю сейчас выступающих коллег поломался бы на такой грустной мысли как и наверное я подозреваю кто-то из этого зала я тут посетил московскую международную книжную ярмарку и вышел оттуда в ужасе коллеги печатается огромное количество книг но нечего совершенно приобрести то есть читать читать в стране нечего и то что пели почти нечего я не буду слишком драматизировать и то что мы сегодня имеем возможность вот проводить такое книжное событие и имеем возможность листать и читать такую книжку это замечательно поэтому касательно того что Мастер должен рассказывать про нее я вас полностью поддерживаю тем более я тоже предполагаю первую группу и это вдвойне приятно коллеги пожалуйста чтение книги найти найти этот джаз бар где все это рождалось и почувствовать всю эту атмосферу на месте потому что именно через такие вещи прощупывается эта жизнь и становится понятным откуда рождаются какие-то большие идеи серьезные действия и новая реальность и мне кажется есть повод все это обсудить с нашими выпускниками может быть провести где-то еще в школе на наших семинарах а еще это все замечательно сочетается с нашим новым проектом хроники гражданской жизни потому что в регионах происходит масса таких интересных событий которые зачастую остаются незаметными но в то же время в них можно расположить нечто что потом может привести к чему-то интересному и любопытному в плане развития гражданского общества и поскольку люди у нас приезжают из регионов они могут может быть благодаря вашей книге уловить эти вещи то есть они могут обнаружить то чего сейчас не видят потому что угол зрения несколько иной это будет полезно и вашим журналистам которые будут заниматься этим проектом в регионах мы просто будем настоятельно рекомендовать читать эту работу большое спасибо а еще интересно было бы услышать может быть у вас какие-то идеи вы достаточно хорошо знаете Россию может быть вы видите какие-то очаги сообщества неважно в регионах городских сообществах в каких-то локалитетах маленьких из которых могло быть что-то такое интересное получиться это история история связанная с гражданской росте спасибо это очень интересный вопрос и с начала я бы сказал когда я слышал как мы обсуждаем history это звучит как какое-то уникальное место это действительно уникальное место но это совсем типичное место я думаю что они показывали фотографии ничего особенного нет и я думаю что в этом есть очень важный смысл это была какая-то случайность в этом месте у вас надо гражданс гражданское общество формироваться гражданином мы это сделали если я начался образец из мемуаров дуга Элентона и он воспоминяет как когда ему было 7-8 лет он играл бейсбол бейсбол на улицах и Филор Розевард тогда был президентом и вечером он погулял по городу и я посмотрел эти чумные мальчики когда они играли в бейсбол я это не знаю но я не уверен что президент Розевард думал что один из этих детей мальчики будет более известный чем там я думаю что в России в этом моменте это непонятно есть много возможностей есть много места что происходит и плохие и хорошие но что важно эта история конечно это имеет какой-то позитивный аспект но это ужасная история что было построено было построено из ужасов и может быть это даже самый важный урок все возможно я что это значит сегрегация в Вашингтоне в 30-40-х годах стоял около хода главного драматического театра города человек который посмотрел и если он видел афроамериканец он опросил его это было невозможно чтобы чуйная семья это странно но в Америке есть кладбище для собак в Вашингтоне они только было собак пелых это был уровень сегрегации это действительно страшная история и чтобы не удивлен самые простые люди они хотели в основном что сутки были лучше на своих людей я не организовал я не что-то делал и вот это что-то получилось и я думаю что в России сейчас это не видно это непонятно где но где-то что-то происходит может быть даже в Москве но я немножко знаю о провинциях и я уверен что что-то происходит но это другое самое важное в этой истории это как простые люди создали красоту из ужаса нет это урок всех в книге есть еще один высшей степени интригующий сюжет это борьба жителей Вашингтона за самоуправление наверняка большая часть присутствующих знает что федеральная провинция была лишена федеральная столица была лишена права на самоуправление на протяжении без малого 100 лет и вашингтанцев это задевала оскорбляла и так описывается как они добивались возвращением права управлять собственной городской жизнью Лена хотела что-то сказать Лена прошу меня зовут Заветкина Армении я проектор Оргогой хочу присоединиться к моим коллегам которые уже благодарны с этими университетами и университетами и университетами сотрудничают с господином Лена в рамках проекта который является уникальным проектом это фактистика США америка мистика в России он является американским партнером это большая честь большое удовольствие и вот пользуясь случаем хочу сказать что вы знаете я не читала книгу к сожалению но вот уже сейчас я чувствую что помимо того что нужно сделать презентацию мы слышим ритмы Америки то есть я бы хотела поддержать Виктору Ивановну с тем что презентация была в университете и чтобы студенты услышали ритмы Америки первая вы знаете помните говорил об этом и о Китлин волны Атлантики несут в ритме Америки береган Европы обогащенными возвращаются назад началось что книга Довера «Сла волны Америки Россию» и эта книга обогащенными эмоциями и в нашем умении возвращается в Америку она уже другая она уже обогащенная в другой картине мира и я думаю что у этой книги большое будущее меньше студентов она откроет знаете вот не что-то помните less disputed picture less disputed в ее бумаге это первое второе она все-таки научит нас нас учит встать на позицию другого то что бахтин в свое время было понятие другого и так тонко и так ненавязчиво и так я скажу деликатно вот смотрели нам показать позицию другого который у нас не признается и в этой ситуации то есть мы переживаем Москве боль другого в культуре очень-очень важно и это гораздо больше чем нам сейчас кажется то есть мы должны на самом деле оценить ту тонкость и ту деликатность и это понять инклюзив в сайте да вот вы инклюзив учиться у вас тоже быть инклюзивным обществом спасибо огромное и ждем вас весны к нам в инвестиции спасибо как бы у нас еще 15 минут и мы сейчас будем подводить итоги Лена хотела что-то добавить прошу Лена я просто хочу добавить как участник этой дискуссии замечательной вот сказать что Блэр он вообще человек человеческого совета школы эксперт но вот сейчас в школе работают такие замечательные коллеги которые здесь присутствуют молодые а Ленблэра в выступлении школы уже не видели 5 лет поэтому дорогой член пищевического совета вот сидит замечательная Лена Березкина вот она вот она направо которая собирала эту аудиторию она такая маленькая хрупкая но рука жесткая такая и она будет приглашать вас в но он расскажет то есть остается выбор значит в этом году поскольку школа включает 20 лет а ты в стопах стоишь в этой школе значит вот маленькие нежные и не выпускающие ничего руки до школы и вот она сидит это первое второе мне кажется Настя замечательная тоже наша молодая коллега которая была тоже еще лично не знала она приехала как стала выпускница школы она приехала из Кабардино-Балкарии и осталась работать в школе вот она мне кажется сейчас сказала замечательную мысль Настя я пообращаюсь к нам всем как идея а что если мы начнем записывать кусочки гражданской жизни в регионах то что делал Блэр в книжке с книжкой просто так и фиксировать это на наши сайте сейчас ничего не имею в виду никаких не выводов не стратег ничего а просто фиксация того что мы знаем происходит давайте вот в этой связи такое сделаем попробуем сделать и я еще раз хочу поблагодарить Андрея Захарова который сумел выполнить замечательный политический русский текст я сегодня ради этой презентации второй раз перечитываю вот эти несколько первых 50-60 страниц это невозможно оторваться это поразительное прекрасное чтение на замечательном русском языке спасибо так Никита эту работу которую сейчас двумя последними выступавшими предлагаются вот в этом томе начато исследование и того где точки конфликта и каковы эти конфликты и где точки возможные точки и возможные линии роста и где силы роста буквально через месяц на сайте смотрите мы там уже начали эту работу коллеги есть ли еще желающие что-то сказать 10 минут у нас еще есть это можно сделать я не вижу пока желающих и видимо мне остается сказать несколько слов мне кажется что мы с большим толком провели сегодня время здесь и это вот сам характер события вот это вот еще покоряет такая вот обстановка теплая то что нас немного это замечательно что нас не 500 человек на этой презентации так и должно проходить презентация потому что книга это что-то касательно духа и вот так вот тихонечко это и надо обсуждать а то что будет резонанс сомнений никаких у меня нет ввиду от выхода этой книги по-русски конечно если господин Рубин не приедет на семинаршколу ему придется заморозить весь тираж но я думаю что этого не пронзает вот скорее всего мы послушаем выступления эксперта еще и Голицына коллеги я хотел бы поблагодарить тех кто решил в вечер провести вот таким вот образом и сегодня собрался здесь чтобы принять участие в этой презентации я конечно же хочу поблагодарить автора за то что он лично нам помогает презентировать свою книгу сегодня это очень важно я признателен издателем Юрия Синокосова в первую очередь поскольку если бы Юра за это не взялся мы бы не имели возможности такое событие кстати я скажу бы стактность на русское издание выглядит краше чем американское и это не может нас не радовать потому что прочее вот можно сравнить кто не верит да и конечно же я хочу поблагодарить наших гостеприимных хозяев Мемориал потому что мы уже не первый раз работаем здесь это всегда очень приятно и очень хорошо в чем коллеги вы сможете убедиться когда пройдете палец по ступенькам наверх где вам предложат чай и кофе сейчас большое спасибо всем за участие спасибо